В этой заключительной части нашего рассказа про Сморгонь, кстати она с легкостью могла бы стать водной, мы посетим городской парк, покажем видео зарисовки города, а также ответим на интересующие нас вопросы, какие в Сморгоне есть предприятия, где можно остановиться, где покушать, что посетить и посмотреть. Парк находится в центре города, правда от ЖД и автовокзалов он находится далековато, но доехать до него на городском транспорте не проблема, здесь размещается небольшой летний амфитеатр, аттракционы, прокат катамаранов, а впрочем давайте на нем сейчас и прокатимся. Мы сейчас в городском парке, катаемся по Оксине на катамаране, Рома катается впервые, поэтому для него это светлое и незвладимое впечатление, оставленное в Сморгоне. У нас осталось еще несколько часов до дизеля, поэтому мы решили отдохнуть и посмаковать каждую минуту в этом хорошем, замечательном городе Сморгоне, тем более он у нас не чужой, можно сказать родной город, мы здесь прожили 90-е. Мы купили два магнитика на память, купили местную газету «Светлый шлях», которая называется на переводе белорусского «Светлый путь», ну оксно, оксно, ну что, хорошая речка, тем более приятно, что в городском парке есть такая забава, как катание на катамаране. Полчаса стоит всего 3 рубля, можно себе позволить, тем более у нас лето короткое и не такое хорошее, как хотелось бы нам, у нас по сути только теплые деньки в августе выдались. Имеется также в парке городской стадион. На нем играет домашний матч и местный футбольный клуб «Сморгоне». Как я уже говорил в первой части, «Сморгоне» играет в первой лиге. Из известных футболистов, родившихся в «Сморгоне», можно назвать Лени Даковеля. Недалеко от стадиона находится спортивный комплекс «Юность». В парке можно увидеть интересные формы произведения архитектуры, а также скульптуру Франтишика Багушевича. О нем мы скажем немного позже. Ну и, конечно, скульптурные композиции мишек, куда же без них в «Сморгоне» не повсюду. Вернемся к нашим вопросам. В «Сморгоне» работают такие гиганты, как филиал МТЗ, завод оптического станкостроения, комбикормовые и силикатобетонные заводы. Также работает австрийская компания «Кроноспан», которая в «Сморгоне» выпускает древесно-стружечные плиты. Ну и как не сказать про «Сморгонские молочные продукты» – филиал Лицкого молочно-консервного комбината, который выпускает продукцию под брендом «Сморгонский край». Молоко, кефир, масло, творог, сухое молоко, но и самое главное – мороженое. Фанинный или шоколадный пломбир в упаковке с медведем можно купить практически в каждом продуктовом магазине. Остановиться можно в гостинице «Сморгонь», которая располагается по улице Советская, 29. Как уверяет на сайт, сегодня гостиница «Сморгонь» – это 77 комфортабельных номеров, из окон которых открывается вид на центр города «Сморгонь». Гостиница имеет три класса номеров по демократичным ценам, поэтому проблем с ночлегом в «Сморгоне» быть не должно. В городе работают около 10 кафе и ресторанов. В центре вы точно найдете, где заморить червячка. С этим вы также не должны испытать проблем. Мы, к сожалению, не успели посетить местный историко-кровеческий музей, вы это можете сделать самостоятельно. Там вы сможете закрепить знания и про Медвежью академию, и про баранки, и про радивиллов. В музее в том числе и висит портрет почетного гражданина района, поэта и бывшего кандидата в президенты на выборах 2010 года Владимира Никляева. В Space Cinema Club проходят кинопоказы. Если вас интересует такой вид отдыха, то вам определенно сюда. Теперь пройдемся по интересным местам района. Про Крево я уже неоднократно говорил, но интересно, что деревня упоминается в документах в 13 веке, а раньше, чем в Сморгоне. Сегодня там проживает более 600 человек. Кревский замок построили в 14 веке во времена ВКЛ. Это был первый каменный замок в княжестве, и именно здесь в августе 1385 года подписали Кревскую унию между ВКЛ и Польшей. Пелорусский поэт Франциск Бугушевич жил в деревне Кушляны Сморгонского района. Сейчас там находится его дом-музей. Хотя и родился поэт в ольварке Свераны, сегодняшнего островецкого района Граднинской области. Пугушевич известен своими сборниками стихотворений «Тутка белорусская» и «Смык белорусский». Усадьбу в Кушлянах когда-то купил прапраде Пугушевича, а в 1841 году его семья переехала сюда на постоянное место жительства. В агрогородке Залесье Сморгонского района есть музей-усадьба дипломата и композитора Михаила Клеофаса Гинского. После деставрации ее открыли в 2014 году. Композитор прожил в этой усадьбе 20 лет, а досталась она ему от дяди Францишка Ксаверия, кухмистра литовского. На этом мы завершаем наш рассказ про Сморгонский край. Если вам были интересны данные выпуски, подписывайтесь на каналы, комментируйте и ставьте палец вверх. Кто внимательно смотрел эти части и первым ответит на вопрос, как именно мы добрались до Сморгонии, получит магнитик с городом, который мы недавно посетили. Всего доброго, друзья! Субтитры подогнал «Симон»!